До сих пор спортивные мероприятия памяти героя Советского Союза проводились лишь на уровне районов. Турнир по дзюдо среди мужчин такого масштаба проводят в октябре впервые. И он сразу получил статус международного благодаря участию команд из России, Кыргызстана, Узбекистана и Грузии. Последняя, правда, представлена только двумя спортсменами. Так получилось, что остальные ребята уезжали на другую соревнование. Но мы взяли тех, то есть тренер взял тех, кто доверял, кто знал, возьмет призовое место. Вот мы попали в финал за тройку. Казахстан на турнире представлен практически всеми областями. Тренеры и именитые спортсмены уверены, соревнования такого уровня дают участникам и возможность набраться опыта и попасть на турниры классом выше. Здесь для тренеров, допустим, рассматривают очень много молодых спортсменов. Я считаю, надо больше проводить таких турниров. В Казахстане особую популярность у детей и молодежи такой вид спорта, как дзюдо, получил после Олимпиады прошлого года в Рио. Тогда два казахстанских спортсмена заняли призовые места. Люди видят, что дзюдо тоже возможно добиваться успехов. И с сентября месяца был очень такой наплыв, очень серьезный. Сейчас ребята готовятся на другие старты, молодые ребята появляются. Есть чемпионы мира и по молодежи, и по кадетам. Я думаю, 2020 будет хороший результат у дзюдо. Международный турнир по дзюдо памяти Али Молдогулова решено сделать традиционным. И уже со следующего года он, возможно, станет мастерским. Дина Туригулова, Нурбек Кутаров, Казахстан, ОКТЮБЕ.